Всем привет! Мы прилетели на Кавказ. Здесь с горных вершин видно три моря – Чёрное, Каспийское и Азовское. Здесь проживает более 50 народностей. Нас ждут Чигет и Пятигорск, медовые водопады, умопомрачительная кавказская кухня и, конечно же, одно из семи чудес России – величественный Эльбрус. Чтобы добраться до Эльбруса, мы прилетели в аэропорт Минеральные воды и сразу отправились в город Пятигорск, потому что в нём очень много мест, которые точно знать надо. Своим названием город Пятигорск обязан горе Биштау, что обозначает пять вершин. Много легенд относительно того, откуда взялось это название, но все они завязаны на любовном треугольнике между большим и взрослым Эльбрусом, между горячим джигитом Биштау и красавицей Машуко, в честь которой названа гора Машук. Это очень интересная легенда, но она длинная, поэтому прочитать вы её сможете на нашем дзен-канале «Места знать надо». Ступеньки. Чтобы забраться, нужно недюжинное здоровье. И, собственно, этот памятник символизирует победу здоровья над болезнью, добра над злом, орла над змеёй. Орёл прилетел сюда попить водички, выпал змея его, ужалила, но он не умер, потому что вода была целебная. И он забил смею до смерти. Видимо, она пить воду не могла. Орлу досталось немало и в Великую Отечественную войну, потому что он напоминал фашистского орла, и до этого ещё в революцию, потому что он напоминал царского орла. Поэтому этот орёл условно новодельный, но это всё равно символ и города Пятигорск, и всего региона Кавказских минеральных вод. Повторите заклинание. Месье, я не могу не ехать. Ну, не верю, не верю. Естественно, мы не могли пройти мимо входа к озеру Провал, рядом с которым стоит памятник любимому герою Остапу Ибрагимовичу Бендеру. Вдохновлённый его примером, полтора года назад мужчина из Пятигорска закрывал двери и продавал билеты по 50 рублей туристам и гостям. Граждане, приобретайте билеты на вход в Провал. Вход 10 копеек. Детям 5 копеек. Приобретайте билеты. Детям 5 копеек. Членам профсоюза 10 копеек. Не членам профсоюза. В очередь встаньте. Посетив Остапа Ибрагимовича, мы, конечно же, не могли пройти стороной его верного товарища Кису Воробьяниного. Господа, подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Стоп, снято. Грот Дианы. Создан более 200 лет назад в честь первого успешного восхождения на Эльбрус. Но знаменит он стал благодаря Михаилу Юрьевичу Лермонтову, который, сидя в нем, наблюдал за водным обществом. И именно здесь разворачивается один из эпизодов его романа «Герой нашего времени». Сегодня очень ветрено. А бог ветра – Эол. А Эолова арфа – инструмент, который создает звуки за счет ветра. Струны переливаются. Вот сюда он был встроен, в беседку, которая называется Эолова арфа. Но мы в нее приехали для того, чтобы увидеть Эльбрус. Он вон там. И сегодня, благодаря Эолу, его не видно. Из всех музеев мы выбрали музей «Россия. Моя история». Точнее, мультимедийный исторический парк. Мы находимся в совершенно потрясающем интерактивном музее, который называется «Россия. Моя история». Что характерно, стоимость билетов – ноль. Аркаим. Планировку давай. Это были племена разных чуць. Вот мы чуцкие весь, меря, рятичи, северяне, поляне. Пойдем дальше. Магия. Кстати, мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история» есть еще в 20 городах России. Может быть, и в вашем городе. Ищите. Это фантастический музей. Это живой учебник истории. Только ради него есть смысл приехать сюда, в Пятигорск. Прежде чем ехать на Эльбрус, мы решили посмотреть на него со стороны и отправились на перевал Гумбаши. Это дорога из Пятигорска на Домбай. И это самый высокогорный автомобильный перевал в стране, с которого открывается удивительный вид на Эльбрус. Мы приехали на перевал Гумбаши. Это примерно в двух часах от Пятигорска. Нам повезло. Сегодня хорошая погода. И как на ладони прекрасный Эльбрус, весь Кавказский хребет, Архыз, Домбай. Летом здесь работает кафе и, как следствие, огромное количество туристов. Но сюда доехать стоит. Это очень красиво. Еще одно место, которое знать надо, это Медовые водопады. Кстати, здесь вроде как самый длинный зиплайн в стране. Надо испытать. Мы с Федей отправляемся на самом длинном зиплайне в России. Его длина больше километра. Перепад 270 метров. И мы полетим вот отсюда. Вон туда. Я птичкой, а он сидя. Очень страшно. В длиночной станции голову опускаем максимально вниз. Хорошо? Ох, ёк, макарёк! Нереально! Это ощущение реального полета. Стартовать страшнее, чем лететь, безусловно. Но ощущение птицы есть. И оно сказочное. Это круто. Федь, как впечатление? Во! Дорога из Пятигорска в Баксанское ущелье занимает около трёх часов. И сама по себе невероятно щедрано красивые и интересные места. Величественный замок Шато-Эрке, построенный в 2010 году, а выглядящий, как средневековый. Озеро Гижгит, бирюзовая жемчужина. Говорят, что своим цветом оно обязано отходам химического комбината. Но результаты забора воды все в норме. И невероятные байдаевские водопады уже у самого села Терскол, в котором мы в итоге и остановились. Одним словом, лучше выезжать заранее. Внимание! Важно знать, что подъёмный Эльбрус в обязательном порядке требует адаптации организма к высоте. Иначе у вас все шансы почувствовать себя плохо, вплоть до тошноты и даже потери сознания. Чтобы адаптироваться и заодно увидеть Эльбрус со стороны, лучше всего сначала подняться на соседний Чигет. Для этого мы воспользуемся самой первой в СССР канадной дорогой. Великолепные картины, престолы вечные снегов. А чем казались их вершины, недвижной цепью облаков и в их кругу? Колосс двуголавый, венце сияя ледяном Эльбрус, огромный, величавый, белел на небе голубом. На Чигет стоит подняться не только ради прекрасного вида на Эльбрус и ледник «Семерку», но и ради легендарного кафе «Ай», в котором любили бывать и Висборр, и Высоцкий. А еще в соседнем кафе тут фантастические пирожки с брусникой. И в их кругу Эльбрус двуголавый наврал слова я тра-та-та. Места знать надо После Чигета мы отправились на конную прогулку. Чувствуешь себя перенесшимся на тысячу лет назад. Вот точно так же наши предки шли тут на лошадях и восторгались этой красотой. Мы доехали до поляны Нарзан, на которой, помимо одноименного напитка, есть множество кафе, в одном из которых нам приготовили умопомрачительные хычины. Ох, подкрепились, пора на Эльбрус. Повелитель духов, снежная грива, гора высокая, веселая, гора блаженных, гора ледяная, гора огненная – все это название Эльбруса. Самой высокой горы России, самой высокой горы Европы пять тысяч шестьсот сорок два метра. Мы сейчас находимся на высоте три с половиной и планируем подняться еще выше. Горобаши три тысячи четыреста пятьдесят пять метров. Именно отсюда начинаются все съезды горнолыжные. Горнолыжный сезон на Эльбрусе продолжается до конца июня. Вы только подумайте, всего полдня пути, лето, и вы приезжаете на склон длиной восемь километров и скатываетесь во всей этой невероятной красоте. На ратраке мы поднимаемся на высоту пять сто. Напомню, Эльбрус – это пять шестьсот сорок два. Выше мы подняться не сможем, а вы, возможно, сможете. Снизу свои вожделенные взгляды на эти вершины бросали гунны Аттилы, воины Александра Македонского и всадники Чингисхана. Но покорился Эльбрус только Тамерлану, как гласит книга побед, поднявшись сюда и посмотрев на всю эту красоту, Тамерлан сказал «Могущество мечты в ее величии, которое не подвластно времени». Мечтайте, и все у вас получится! Ну что же, друзья, мы покидаем гостеприимный Кавказ. Все впечатления и эмоции невозможно уместить в одно небольшое видео, поэтому читайте нас в Яндекс.Дзене, смотрите фотографии ВКонтакте, а главное, помните, путешествовать по России интересно и легко, просто места знать надо! Субтитры создавал DimaTorzok